Девушки отдыхают Растегивающийся по хлопку бюстгальтер Самомоющаяся офисная кружка с сигнализацией Автомобильный USB-насос Самостирающиеся носки с запахом карамели Воздушная мышь В общем, много чего интересного наизобретали, но это не главное После получения психологической травмы от затопления У нас выработалась аквафобия И поэтому выбор девайса для первого обзора соответствующий Гибкая силиконовая клава Изготовлена из мягкого пластика, похожего на резину Нам она показалась удобной и полезной Почему? Во-первых, клавиатурка питается от USB или PS пополам Причем даже от низковольтных USB-портов портативных компьютеров Во-вторых, резиновая поверхность прекрасно защищена от влаги, пыли и грязи При необходимости ее даже получится помыть с мылом Для работы предпочтительно найти ровную твердую поверхность Печаток на коленке, обтянув ее клавиатурой, тоже можно Но неудобно Раскладка стандартная, с отдельным рядом для цифровых клавиш Кнопки нажимаются легко, хотя отклик на нажатие непривычен, поскольку клавиатура все же не механическая Русские символы нанесены фабричным способом и отличаются от английских цветом Кнопки расположены достаточно далеко друг от друга, что очень облегчает ввод текста Вообще придраться не к чему, даже раскладка совершенно стандартная С клавишами Windows, контролами и альтами в положенных местах Полезная штука, особенно для владельцев супермобильных машинок Складывать клавиатуру не надо Для переноски ее достаточно свернуть в трубочку и засунуть себе в специальный чехол, имеющийся в комплекте В следующих выпусках расскажем о других резиновых девайсах Например, в сапогах Кстати, а какие бы гаджеты вы хотели видеть в нашей программе? Пишите на Правда, как всегда, собака, gamesdpstv.ru А мне писать не надо Внутренний голос? А что у нас дальше по плану? Топ-девайс TDV-01 Этот маленький кубик на самом деле прикольная акустическая система Его грани не больше спичечного коробка А сам он черный, глянцевый и очень тяжелый Неожиданная для такого малютки тяжесть объясняется просто Сам кубик – активный элемент В качестве резонатора используется предмет, на котором стоит сам гаджет По сути, это студийные колонки, которым отрезали звуковую головку Облицевали глянцевым пластиком, поставили на стол, включили Хех, а оно как заорет Моя движение, сопротивление Конечно, эстетов меломанов вряд ли удовлетворит качество звучания письменного стола Но для прослушивания популярных хитов или озвучки компьютерных игр Эта акустика вполне подходит К ней также можно подключать самые разнообразные портативные плееры Музыкальные телефоны и тому подобное устройство Установка проста – включаем, подсоединяем кабели Для управления и настройки предусмотрен пульт дистанционного управления На обратной стороне девайса тоже имеются управляющие кнопки Но до них не очень удобно добираться Звучание необычное, но это и неудивительно Если колонку взять в руки, то ее почти не слышно Чтобы слушать музыку, кубик нужно поставить на стол Звучание сразу же набирает мощь, обретает богатство оттенков Даже появляются басы Впрочем, у привередливых эстетов есть возможность буквально прикоснуться к звуку Если поставить топ-девайс ТДВ-01 на голову, то звук будет передаваться по костям черепа А что, поставить на голову девайс – это мысль? Внутренний голос Если будешь неинтересно рассказывать, я буду тебя наказывать Не надо! Не надо, прошу вас! Ты что нервничаешь? Это же хитяра! В общем, если интересно будешь рассказывать, больше мучить тебя не будут А пока! Ага! Ага! Не надо! Поксивай! Samsung SGH-U900 Этот аппарат сегодня считается флагманом модельного ряда Samsung У него есть не только цифровой индекс, но и собственное имя – Soul И выпускается он в нескольких оттенках – стальной, серый и серебро Samsung пошел по протаренной дорожке глянцево-зеркальных слайдеров Но, как и обычно, дополнил аппарат несколькими любопытными особенностями Если же говорить об общих впечатлениях, то эта трубка – довольно типичный слайдер высокого класса Компактный, сравнительно легкий, не сказать, чтобы уж совсем невесомый, но и карман не оттягивает Передняя панель на две трети скрыта зеркалом, под которым располагается экран Но главная его изюминка – сенсорная панель управления Даже когда аппарат сложен, им можно управлять, пользуясь сенсорной накладкой под экраном Она тоже зеркальная В активном режиме на ней изображается виртуальная раскладка стрелок и кнопка меню Время от времени вокруг ОК пробегает виртуальный огонек Хм, весело В целом используется примерно та же идея, что и в клавиатуре Optimus Интересно, будет ли Тёма Лебедев подавать в суд? Главный же недостаток – продолжение достоинств Работать с этой панелькой далеко не так удобно, как может показаться Во-первых, палец то и дело промахивается Особенно раздражает в меню, когда вместо выбора пункта нажимается стрелка При касании нарисованной клавиши телефон слегка вибрирует Обозначая, мол, да, касание понял и усвоил Но также тренькает он время от времени в кармане Если убрать телефон в карман до того, как он заснёт Меню и возможности вполне типичные для современного телефона элитного уровня Вплоть до радиоприёмника В то же время это не смартфон, а обычный телефон Так что о дополнительном софте говорить не приходится В лучшем случае придётся довольствоваться Яво играми Зато камера просто отличная Трубка оборудована 5-мегапиксельной матрицей И хорошим объективом Ну, насколько это вообще возможно в телефоне Снимки получаются яркие, сочные С хорошей проработкой деталей Шума почти незаметна И снимает быстро Ждать, когда 5-мегапиксельная фотка запишется в память, не приходится Раз-раз и готово В общем, прикольная модель Но перед покупкой лучше лишний раз подумать Да, телефон очень неплохой Камера вообще прелест Но сенсорное управление в реальной жизни Оказывается далеко не таким удобным Как казалось, пока труба стояла на витрине Тем более и стоит он 17-19 тысяч рублей Немало Есть еще один недостаток у Самсунга Ненавижу Самсунги С вами был Инспектор Гаджес И помните Я докопаюсь до прав Чмоки До свидания Ненавижу Самсунги Мне нравится Аааа, ааа, не надо